привет из одессы сегодня буду делать вкуснейший десерт без выпечки на очень быструю руку для начала возьмем 300 грамм молока и засыпем 2 пачки желатина быстрорастворимого вот в каждой пачке по 25 грамм вместе 50 грамм и оставим эту смесь на 30 минут пока желатин растворяется будем замешивать остальные ингредиенты для моего десерта понадобится 500 грамм сметаны можно чуть больше чуть меньше вы все высыпаем мисочку и в сметану нужно добавить один стакан сахара или 7 столовых ложек и взбить миксером вот я насыпала творог ой сметану и сахар и немножко добавлю ванилина это чистый ванилин поэтому много его добавлять не нужно и все перемешать после того как мы перемешаем добавим 200 грамм творога можно массы но чтобы он был не комочками творожок здесь у меня килограмм я сейчас отделю примерно 200 грамм как и делилась килограмма 200 грамм на глаз пополам чтобы 500 грамм еще пополам то есть четвертая часть 250 грамм получилась теперь смешать все ложкой и взбить миксером и но это это и 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 Взбивать нужно хорошо, чтобы растворился сахар. Теперь мне нужно сюда погрузить желатин, но в таком состоянии я его не могу поместить сюда, он из баночки просто не выпадет. Я беру эту баночку и ставлю в микроволновку на одну минуту, но тоже зависит от напряжения, у меня пониженное напряжение, поэтому я на минуту, у кого-то может нормально, те на полминуты. Надо следить, чтобы молоко просто не закипело, а подогрелось и растворилось до жидкого состояния. Ну, в принципе, видно вот через стекло, все видно. Или можно приоткрыть дверку и проверить. Прошло 50 минут. Вот, я открою, посмотрю, чтобы она у меня не переварилась. Нет, еще не совсем теплая, только вверх подогрелся немного. У меня старенькая микроволновка. Еще 80 секунд. Все, готово, достаем. Вот она нагрелась, тепленькая. Сейчас нужно взять ложку и перемешать до однородного состояния. Вот, видите, как она получилась. И сейчас я не смогу вам показать дальше, как я буду делать. Я вам расскажу заранее. Я буду миксером взбивать эту сырковую сметанную смесь и медленно вливая желатин с молоком. Совсем медленно, маленькой тоненькой струечкой. Показать, к сожалению, я не смогу одной рукой. Я попросила своего помощника. Он мне поддержит телефон. А я вам покажу, как я вливаю. Смотрите, взбиваю на небольшой скорости. Здесь не нужно на скорости взбивать. Нужно очень медленно, чтобы оно равномерно желатин распространился по всей нашей жизни. Теперь берем формочку для торта. Любую, можно квадратную, можно овальную, можно круглую. И ее нужно застелить пленкой. Для того, чтобы желатин застынет, можно было перевернуть, и она не приклеилась. Вот я застелила пленкой формочку. А теперь самое интересное. На дно формочки нужно положить любую ягоду. Вот у меня замороженная малина есть. Я сейчас выложу, и еще у меня есть банан. У кого есть свежая малина, можно свежая малина, можно ежевика, клубника. Все, что есть. Будет очень-очень вкусно и красиво. Еще у меня есть два переспевших банана. Я их сейчас тоже порежу и выложу формочку. Можно без бананов. А бананы выложила вот такими кружочками по кругу. Ну, сколько хватило. Формочка широкая. У меня 28 сантиметров. Сейчас я залью свою смесь. Вот так я залила смесь. Выровняла все, чтобы равномерно накрылись бананы с малиной. А теперь у меня есть вот такое печенье. Я хочу выложить сверху. И когда перевернем, будет низ торта, как с тестом. Печенька. Не обязательно такое печенье. Можно другое, можно трекеры. Вот торт мой уже начал, ну, прихватился немножко. Видите, вот я уже утапливаю и не жидкое тесто получаю. То есть минут 20-30 и можно пробовать. Наверное, печенья мне не хватит. Можно не сладкое печенье. Можно квадратное печенье к чаю, которое. Просто у меня на данный момент такое печенье. Нужно было разделить. Было бы больше. Ну, ладно. Половина торта будет с печеньем. А вторая половина без печенья. Сейчас посмотрю, может, у меня еще есть. А вторая половина торта у меня получилось другое печенье. Вот такое было, квадратное. И так у меня получился разнобой-эксклюзивчик. Теперь этот воздушный мой десерт ставим в холодильник на минут 40. И будем украшать его дальше и пробу снимать. Прошло 40 минут. Тортик постоял в холодильнике. Я его достала. Вот проверила весь, как хорошо. И сейчас буду вынимать. Для того, чтобы его вынуть, берем поднос. Накрываем подносом и просто переворачиваем. И вынимаем формочку. Вот такой красивенький десерт у меня получился. Снимаем. Вот такая вот красота неописуемая с ягодами. А вкус, поверьте, отличный. Сейчас я его разрежу и покажу вам. Этот тортик можно сверху еще полить шоколадной глазурью. Как делается глазурь, я вставлю в конце видео. Посмотрите. Так как я поливать сейчас не буду. Просто оставлю вам, как ее делать. Рецепт. Смотрите, какая красота получилась. Вкус обалденный. Сейчас я вам разрежу, покажу. Печенька немножко плохо пропиталась. Просто я щенка. Берем тарелочку. И кусочек. Вот такой десертик. Приятного всем аппетита. Всем удачи. Всем пока. До свидания. Сейчас я спекла шоколадный торт и покажу вам, как я готовлю глазурь. Чтобы приготовить глазурь, мне нужно 3 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки какао. Какао я взяла с горочкой. Вот такие 2 столовые ложки. И теперь смешиваем сахар с какао. И добавим сюда 3 столовые ложки молока. Я добавила 3 столовые ложки молока. Нужно все смешать и подключать газ. Теперь мне нужно закипятить это все. И проварить меня опять. Все время помешиваем. Так как глазурь может пристать к стенкам, я лучше взяла казанчик. От казанчика легче отмыть и не будет пригорелости. Запаха вгорелось. Глазурь поварилась 3 минуты. Я добавляю 50 грамм масла. Для того, чтобы глазурь у меня блестела. Еще поварю пару минуточек. Теперь распределим глазурь по готовому изделию. У меня нож. У меня нет всяких инструментов. Так как у меня домашнее приготовление. Я не на продажу. Делаю для себя. Ножом тоже очень прекрасно. Можно расправить глазурь. А лишняя глазурь, что у меня получилось. Я сделаю с нее плиточку шоколада. Сейчас я вам с ними все покажу. Смотрите, какая блестящая, красивая глазурь. Вот такой тортик у меня получил. Чтобы у меня был белый шоколад, можно еще сверху украсить растопленым белым шоколадом. Сейчас она застынет. На бокам немножко не хватило, так как я хочу сделать еще шоколад. Плиточку шоколада. Вот я достала из морозильника свой шоколад. Хочу показать, какой он получился из глазури. Смотрите, какая красота. Снимаю пленочку, получается шоколад. Домашнего приготовления. Теперь можно его порезать на кусочки и снимать пробу. Спасибо всем за внимание. Пробуйте, и у всех все получится. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok